Юмор, интеллект, уверенность в себе. Все это продемонстрировали члены профсоюзной организации Тверского вагона строительного завода, которые собрались на слет, который прошел в одной из самых популярных турбаз Верхневолжья. Профсоюзная организация Тверского вагона строительного завода – одна из старейших в регионе. Одна из ее добрых традиций – проведение летнего слета. В этом году он прожел на турбазе Верхневолжская. Он проходит каждый год в разных местах, собираются разные люди для того, чтобы блеснуть своими творческими талантами, проявить себя в спорте, в смекалке, в каких-то интеллектуальных играх. И в этом году наш слет посвящен 125-летию нашего любимого предприятия. За это время Тверской вагоностроительный завод вместе со всей страной пережил самые разные эпохи. От становления русского капитализма и НЭПа до динамичного развития в последние десятилетия. Все это нашло отражение в названии нынешнего слета – «Хранители времени». Века, года, тысячелетия. Историю свою необходимо знать. Узнай ее на временном рассвете. Всего за победу боролись 10 команд. В каждой по 12 человек. Всех их ждали самые разнообразные конкурсы. Приветствия – это более в КВН-овский формат. Команды более к юмору относятся. А музыкальные номера – они достаточно мощные. Всю энергетику показывают. Также проверяется интеллект и, как я говорил, спортивный качество. Все понемногу, разносторонний. Капитан команды Олимпиады 80-х уже не впервые участвует в слете. И знает основные качества, которые тут нужны для победы. Быть раскрепощенными, целеустремленными, да, в том числе. А также иметь определенные таланты. Вот, например, как у нас там. Кто-то может петь, кто-то танцевать, кто-то шить, кто-то рисовать. Все таланты важны. По результатам всех конкурсов победителем стала команда «И тут Остапа понесло», в которую вошли сотрудники цехов КСК МК и НКОРП. Но, по сути, победителями можно назвать всех участников этого слета – активных и талантливых членов профсоюза Тверского вагоностроительного завода.